АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не знаю, отец, у меня тоже никого после бани не трогают. Мы, кстати, с ним на разных концах деревни живем, то он на том конце никого не трогает, а я на этом. Поэтому как... Ну, как в субботу мы с ним по полдеревни не трогаем. До обеда. Ну, а после обеда трогать некого просто. Все, а деревня спать ложится. Конечно, мы же с отцом гулять идем. А в этот раз мы не собираемся, ничего никуда. Я спокойно иду, так классно. Морда красная. Ага, она у меня постоянно после бани красная. А ну, у отца не красная. И на тебя посмотрю, знаешь, весь не красный, а морду красную, блин. Не знаю, может, распаривается сильно. Ну, из далека, видать, когда из бани иду. Из далека. О-ка. Баба наша, кстати, другой раз наш. Ну, видит так со стороны, что морда красная. Значит, в субботу все. Поэтому я спокойно шел, так отдыхаю. И вдруг, знаешь, как сказать-то. Ну, я по тропинке шел, правильно, вдоль берега же так. Ну, так. Идет, и там, ну, самая, ну, роща здесь на берегу такая классная березовая роща. Там деревья разные березовые растут. И эта самая, тропинка туда, рост, заходит в березник туда. И так, я вот захожу. Она в прошлом году два раза туда заходила. И смотрю между деревьями. Ну, так бегаются, улетятся что-то наши русские пацаны. Ну, деревенские с этими, с городскими пацанами. Ну, те на лодках с той стороны из города приплывают сюда, к нам, постоянно. У них мероприятия, как суббота, они постоянно там у них. Ну, после указа этого алкогольного, помнишь, это что попало? Она придумывали, блин, тоже. Да ну, сделали, у них в городе сделали с двух часов продажу спиртного, а у нас сделали с одиннадцати. Ну, и все, наши пацаны с утра уходят, там пашут, пашут, косят, косят. Литовки бросят, приходят в деревню, ну, в магазин-то. Хоть. Там и нет уже ничего. Городские все уже увезли. Нашим обидно целыми неделями на сухую косить. Они как в субботу собираются, как будто в баню сами в березник. Раз, два, и встречают там городских. Я-то сразу в баню сам-то, а они в березнице. Они приплывают, а наши их встречают. Ну, в смысле, знаешь, как они теряют? Они их в магазин пропускают. Ого, а обратно фиг. Как на таможне пополам делят. И отправляют их с половиночкой. Ну, тут в этот раз что-то они не знают, что-то там разодрались. В общем, я смотрю, они классно, в принципе, без меня. Управляются, думают, что я буду драться, мне некогда, мне завтра на работу. А потом, ну... Они там такую пыль подняли, а я же чистый. Конечно, я постоянно после бани чистый. Все, я буду драться. Ну, и я так, честно, так мимо их прошел, пошел, так, ну, по тропиночке дальше, знаешь, так буквально прошел. И слышал сзади вдруг, ну, по земле, знаешь, слыхать только. Шаги, так, дым-дым-дым-дым. Дым-дым-дым-дым-дым. Ну, отдается же, я так сразу, ну, повернулся, так. Смотрю, ко мне какой-то парень бежит. Угу, ненашинский, там, с ревяным веслом в руках. Радостный такой. Ну, это, смотрю, что ненашинский, думаю, может, что спросить. Угу, конечно. Сейчас прям спросить. Ничего, не спрашивал. Ну, не спросясь, это, с разбегу в нее, полечу за веслом. Да, у меня так. Хрусь, и все, рам, и все, здесь сразу сломалось пополам. Это весло. У меня рука, брык, отсохла. Стоит, и она у меня смотрит, и говорю, ну, как сказать. Я говорю, что делаешь там? Больно же. Иди отсюда. Он ушел, знаешь, так быстро бегом. А я стою, думаю, ни хрена себе припарка послебанить. А потом думаю, ну, ух ты. Я потом думаю, ну, что, может, ошибся парень правильно, может, не меня искал. Пускай дома уже живет черт, и мне тем более некогда. Буду сама мне на работу. И я пошел спокойно, знаешь, опять. И буквально пришел, слышу. Дум-дум-дум-дум-дум-дум. Ну, поворачиваешь. Тот же самый парень с вторым уже веслом. Я не знаю, как он быстро обернулся. Может, ему кто его принес. Я еще сразу, знаешь, подумал, думаю, ну, самое, надо эту сторону-то убрать, чтобы не второй раз. Конечно, я так, знаешь, резко, ну, ее, так, убрал, а он как по неубратой стороне, как, да. Больно, ебарасы-то. Конечно, у меня вторая рука отсохла. Я так, я даже поднять их не могу никак, чтобы показать ему, что он дурак-то. Ну, говорю, ну, че, честно, слово в натуре, как тебя, козел. Че делаешь-то? Второе весло уже отсломал. Чем теперь крепче ты будешь? Отсюда вам. Иди давай, что-то. Он ушел. Я стою, у меня вообще все настроение упало. Птицы не пели, можно сказать. Ну, два раза через, ну, и все. Там птица-то, воробей птиц нашлась тоже. Из себя птицу корешек летает. Ну, че, думаю, мне надо домой идти, правильно, хоть какие-нибудь компрессоры на плечи поставить, чтобы рассосалась. До работы-то. Ну, я пошел опять без задней мысли. Угу, с передней мысли уйду. Ну, она чуть впереди, я чуть сзади. И слышу, опять сзади. Поворачиваюсь. Конечно. Тоже... Это же самая картина, господи, что рассказывает. Пацаны уже рассказывают. Весло только у него, знаешь, это самое, кстати, ну... Ну, многоразовая-то такая, дюралевая. Заводская. Она же не ломается, только гнется. Я же сразу говорю, ты че, говорю, совсем на голову, если потерял. А сам стою, думаю, хорошо, что я попался, другого бы убили того. И что, думаю, ну, знаешь, ну, думаю, вдруг по голове, правильно, я без нее вообще работать не могу. Я же на ее мешки таскаю. Надо же ее убрать, правильно? Я так, знаешь, резко... Ну, ее убрать, а он, как мне прям по ней убрать, ну, как мне вот сюда, по этому, по полотенце, так, дашь! А подъем же шея! И все, они погнулись сразу, конечно. Весло-то, знаешь, в одну сторону, а шею так в другую. И у меня с непривычкой, знаешь, как-то темно стало в глазах. Я, знаешь, по темках рукой подшарил, подшарил. Его где-то нету, пацаня. Не знаю. Ушел, наверное. Ну, потом, когда уже у меня прояснение началось в глазах, так я смотрю, буквально возле тропедии, Береза растет. Ну, как сказать? В смысле, росла. Я ее отломил что-то возле корня, не знаю. Привычка, что дурацкая, никогда посередке не ломается. Ну, все время у корня, у корня. Ну, и нервы же не дюрали, правильно? Я взялся за тонкое конец, что самое, и прям не обшелушенное, но толстым концом. Ну, как сказать? Ну, так. Два раза первый и последний. Ну, что рассказывает? Загнал всех в реку, да и все, господи. Как обычно, как в прошлом году два раза загонял. Кстати, на больше год, наверное, опять погоню, не знаю. Такое настроение будет у них. Вот раз наших пацанов штук шесть попалось, кстати, ну, под горячую березку. Ну, что, вынырнули из воды, слышишь, сразу мне давай интересоваться там. Что наши, что своих в реку загнал? Ну, тоже какие-то странные, правильно? Куда бы я их там сортировал-то? У меня же на работу. Ну, потом мы эти набежали, как обычно. Ну, когда не надо их всегда много с повязками. Так, угу. Эти, ну, дружки-то. В милицию. Говорит, пойдем мне, говорю, пойдемте мне. Все равно по дороге живу-то рядом. Я пойду, короче, мне завтра с утра сюда работу надо, ну, мне с отцом сено покатить. Вы приезжайте, лучше к нам просто так отдыхать. Нас природа классные, мужики, в принципе, спокойные. Приезжайте, пока я в Рабкопе работаю, что-нибудь возьмем по нормальной цене, а то понавезли всякую. Спасибо.